Или засмеяться, нельзя смеяться Благословение батюшки Я небольшое слово скажу За обедом говорить, когда другие едят Это не совсем удобное место Говорят, а умер человек там Самокроспой, сказать нет У них задача одна скорее, скоронить и наесться Близко друг к другу, как дурак на поменках Поговор-то говорить Ну, в первую очередь у меня Как бы сожаление Хотя, знаете, тут ничего не изменить Долго обещал Владыка Сергеев Иванников Справящий архиве Приехать Ну, уехал на Афон Я правильно говорю или нет? 40 килограмм Подтверждаешь, да? Да Ну, батюшки сказал, что я пришлю Священник такой Мы благодарим Бога, что мы приехали По там украшению А почему украшение? Это не мои слова А я в Златоуз Говорят, ты не пришел в церковь? Ну, не пришел Ты же не ходишь в церковь? Ты не хам Ты хуже хама Хам только не прикрыл отца А церковь это мать Ну, говорят, кому? А люди прикрывают Много людей Это много листьев Ты раздел ее Тебя листика не было Как просто Поэтому Церковь установила Если три К ряду Богослужения не было Человек отвечает Воскресные богослужения Мы даже До сегодня Кто останется? Сегодня три раза Когда всю жизнь приходят Колеса Первые на коляске привезли Потом Приехал На какой-то Иномарке Бэм в этом Ну, а потом Похоронная процессия А как? Он крещен был Ну, куда? Да на Михайловске, на Черницкое Я хотел сегодня сказать Это ко всем Но получается Что я хочу или не хочу Я обращусь к священникам Потому что меня часто обвиняют Я вел занятия одно время В пяти университетах В тринадцати школах Во всех техникумах Во всех отделах милиции От одновременно Городской и краевой ОВД Водинские части Тюрьмы Даже трудно представить Где бы не проповедовал Это не то, что я пришел Дальше скажу А машины приезжают Военные Полковники Решили самолетов фрактовать Чтобы его сегодняшнее счастье охватить В момент перестройки Господь так сделал И три одновременно Вел занятия программы Как говорят, онлайн А одна часовая Первое место на Алтае Держал по первому времени Говорил только о Христе Ну и, конечно, другое Однажды я стал разъяснять имена Что означает имя Борис Историческое его значение Владимир Что означает Денади А где там на студии Как пошли звонки Ой, вот первый раз Сказали хорошо Азюганове Азюганове хорошо Да эти люди Три Нюльбинга им надо устроить Рано уничтожили 110 миллионов на их совести Ну вы же сейчас говорили Геннадию Ну почему думаете Другие Геннадия Я имел ввиду Патриарха Константинопольского Ничего я знаю Если объясняю Александров Тут тоже Так вот Чего я хотел сказать Самый высший проповедник Всех времен и эпохов Был в раю И при том встретился С другим проповедником Который с минусовой отметкой Будет к самому низу Я попрошу вас Кто знает Священное Писание Сразу поднимите руку И я тогда замолкну А вы ставите Скажите Я не согласен Я хочу все объяснить Во свете Библии У меня книги так и называются Открытым оком Во свете Библии У меня 33 тома Только Каждый том 752 страницы Мы проехали От Владивостока До Лиссабона Прибалки Скандинавии Я везде дарил Библиотеки Королевские Везде Люди чтобы узнали Христа И везде выступали 120 тысяч километров прошли Это попутно все Так вот Первый проповедник Был в раю И как он начал проповедить А все слова сохранились А почему Дух Святой Он придет И напомнит И Моисея Он напомнил И Моисей Записал А Моисей Это не рядом был 5508 лет По той хронологии От Адама До Рождества Христова А 1600 лет До Моисея На основе года Устно передавали друг другу В этом смысле Предание Первичнее Евангелие Говорит Иоанн Златоуст Предание Устно передавали А когда говорит Совесть А как по совести Поступали люди А я не знал А совесть где Совесть Подсказывала То делала Она оправдала Павел пишет Послание к римлянам Оправдала его Или поощряла к добру И когда люди С сожженной совестью Уже стали появляться В большинстве Тогда Дух Святой Заговорил в письменах В письменном виде Тогда уже Моисея Согласны с этим Совесть на первом месте Я когда первый раз Затусно прочитал Что Евангелие вторична Я подумал Как же оно может быть вторична Когда на первом месте Да Но на первом месте Но по исторической эпохе Она вторична Первая совесть Так вот По совести Бог разговаривал Без писаного И Адам знал Что И услышал голос В раю И испугался Он знал Что никого больше нет Кроме Бога Ева появилась Когда он голос Езгнал Женский голос В другом кембре И Господь Первую проповедь Сказал От всякого дерева Кушай То есть Будь хорошим Пермером А ядовитую берину Не сей То есть А дерево Познание добра и зла Оно хорошее дерево Но в нем была смерть Смерть и умрешь Премудрый Соломон Говорит Из зависти Дьявола Вошла смерть И Антолуста Говорит Смерть это благо Я перевожу просто Места в Писание Двенадцать Я могу назвать Где это написано Смерть благо Представьте Что на нашей жизни Сколько было Парализованных Больных Ну Нет Ровно через неделю Воскресенье будет 79 лет Я сколько больных видел Они не умирают И что мы сейчас делали У нас не хватило бы Ни нянек Ни садить Еще только этим Смерть благо И самая легкая смерть Кто знает какая Да почти никто не знает Утонуть Утонуть Еще нету Ни боли никакой нету А самая страшная болезнь Какая От голода А самое большое наказание Ни война Готоплен Я расставляю Позиции Столбы Знаковые И вы уже запомните Златонуть не ошибался А его не увидели Нигде там Среди святых Это Он у Престола Божия Это Житие Святого Прокла Говорю Своего секретаря Ставшего патриарства Так вот Я хотел сказать Голос смерти заговорил В устах Господа Смертью умрешь Смертью умрешь Вот повторяй сам себе Я умру Серахов говорит Помни последнее Твоя Последний день И не совершишь Повек Вот если бы знал Что я сегодня умру Ну разве я пошел В этом скандале Где-то Или кого-то брать Куда с этим воровым Деваться-то Почему апостол Павел Говорит Именно в эту тему В Чехаре Всегда нужен платочек Вкусно Так вот О чем говорит он Всем нам надежит Предсудилища Христова И сам Николай И Гитлер И Черчих И мало-то Мы все станут Патут Божьи Что Чтобы получить Соответственно Тому Что он делал Живя в теле Доброе или худое 2 Коринфян 5 глава 10 стих Соответственно тому Не то что за себя Помолятся Мы все принимаем Но не надейся на это Слишком шатко Это ты не делал А вот сейчас Сегодня в этой Обстановке Что ты сделал Что делал Живя в теле То есть тело Это не мы Мы это то Что там внутреннее Прах Уйдет в прах А Дух идет к Богу И Христиан Так говорит И вот Об этом Мы видим Проповедники Боги Всемогущим Создателям Любящим Отца И он Последнюю проповедь Скажет И откроются книги И начнется суд В народе Он называется Страшный Большой буквой Страшный суд В Паттарасске написано Неумытый То есть Не подкупный Никакие судьи Никакие ходатайства Не помогут Все замрет Никакие молитвы Божьей Матери Не помогут Все замрет А вот тут Надо подготовиться Сколько людей спасается Вот я спрашивать буду А статистика выведена На разную дисциплину А спасается Нигде Никто не знает Ну написано Много званых Но Мало избранных Избранных значит Бог уже печать наложил Уже написал книгу жизни Если не так Моисей говорит Вычерки меня из книги жизни Таких людей Которые говорили Вычерки меня из книги жизни Только три Три За всю мировую историю Я спрашиваю И ответ хочу получить Кто три человека Которые говорили Пусть я погибну Но все другие спаслись Апостол Павел Апостол Павел Еще Серафим Садовский Больше никто А где это известно Третий том книги Священнослужителей 601 страница И вот три дня и три ночи Молился Не о царе Которого расстреляют Бог уже открыл все это Не о царских невинных Ни жнах Не о прислуге О священниках О русских антиреях О русских И Бог заговорил через три дня Как не знаю Но антисты прибавили речь Двоеточие И Бог ответил Не пощажу И не помилую Господи Да это же пастыри наши Я сказал Ну а причина какая Вымыслами С человеческими Заменили мои слова Батюшки Будьте осорожны Если вас где-то спросят Вы ничего не сможете ответить Вот сегодня выходит Там фоки Поет где-то Я помню Еще одно мгновение Монах Передо мной явилась Это монах Ну вы знаете Кто выставляет Он помнит Чудные мгновения Как он задревал А видит Вот как его внимает И притягивает Чудные мгновения Так это не одно только А там таких пяти римов С разных Сколько Сегодня придумали Развенчание Церкви Развенчивают Какое? А лишь бы только Принесли из ЗАГСа Что они разведенные Вы еще не знаете? Я говорю А чем отвечает? Андрей Второе выяснил данное Не так идти А в обратном направлении Если Сайя приходит То теперь Сайя горюй Говорит Уже подсказывает Как дальше-то Свечи тут зажигают А там только тушить надо Это все рассказы Я ни подтверждения Ничего не ищу Но к этому подошло И которые размечаются Восьмой раз И что Я при чем здесь? А это ушла А это откатался Живой муж А там еще что-то Я говорю Почему ты-то развелся? Такой самостоятельный Ну у нас разные мнения Некоторые вопросы Мнение только одно должно быть Если при живом Уже выйдет замуж Называется Прелюбодейцою Понимаете? На вторых Буква алфави Это называется Короткое слово такое На четыре буквы Вот Путана Там разная Где-то А сегодня Вот это вот безумие Крестятка Песком Слюнями Можно Слюнями Какие Паши Песочники От воды и духа И как Полное троекратное погружение Апостольское Пятьдесятое правило Если вы не крещеные Нынче у нас Восьмого июля Будет крещение Приезжайте И нам приезжали Ирмонахи Крестились И возвращались А я прищищался От никакой роли не играет Жития святых Говорит Мальчик один Пришел Еврейский Прищастился А разобрались Он не крещеный Что делать? Ничего Приготовлены К крещению Потому что ты прищищался Не будучи крещеным Это не накладывает Пищать Что не продать Не купить Нет Ты выбрал положение А если ты не был погружен Кирилл Усалимский Говорит Не умер Не умер Как человек Скрывается в воде Как он скрывается Когда он стоит На капельном полу А ты Брышишь на его Католич или все А на патриарха Напалишь Навстречу С франциском То ничего там не сделал С франциском Поцеловались Заблагословились Усыпились Патриарха Нашли виновного Вы делайте сегодня В этой обстановке Делай так как должно Да мне запретят Покажите мне священникам Которые бы крестили Правильно их запретили Одного А если их 100 будет где-то Будет принят закон Никто У вас требники Есть там написано Что такое крещение Как Кто будет веровать И Креститься Слово креститься Имеет только один перевод Там В немецком Английском Греческом Погружать Другого перевода Вообще нет И где стоит крещение Там Погружение А почему у нас Крещение В немецком Погружать Там нет этого слова У нас Переводчики Предпочли показать Страдание Которое начинается Крест По-русски И по-славянски Ни в еврейском Оригинале Нигде этого нет Чтобы Слово крещение По-другому было Погружение А погружения То и нет Некрещеные Попы По-лискому А почему Некрещеные В районе Войдет Смерть В воскресенье В понедельник Пошли батюшка Сказал Сорок поклонов Я отвечаю Пираты Захватили корабль Оп Смерть Распростерла Крылья На церкви Народ Тупой А почему Так Говорите Не я Говорю И Иоанн Аканонцев Мироточивые иконы И составили комиссию Разобраться с этим Ну там Павел Флоренский Это Идеолог Разведывающего Института В Москве Там Разно-разно Где-то И Потом Дали публикацию Яна Аканонцев Говорит Архимандрит Сегодняшний И он говорит Народ наш Извините за выражение Тупой То есть он знает Народ И считает Что он тупой А кто его сделал Таким тупым Ни один мусульманин Сказать не может Ни баптист Никто Они его учат Ты научим от этих Вот она пришла Сегодня первый раз Вы хориспондент Сразу в дверях Остановили В соседний дом Переоделась Ее даже не узнаешь Из УВД края Там Морозова Александра Приехала В медицинском журнале Охрана там Напечатали Центральную АМВД Я не отличишь От наших А вы выводите Женщин Которые брюка Из храма Я говорю Никогда А как Мы слышали У вас строго Да они Никогда не попадут Туда Мы сразу Переоденем ее И все Приехал Воды С собой привез Харисы Около 10 Семинаристов Столько Все Похоже Стоят Не уменьшилось Нигде То есть Ложные страхи Я хочу сказать Второй проповедник Который был Это смерть Притом Где-то Меня не допускают А смерть Пришла Двери распахнута А кто там Хрущев Брежев Стали Здравствуйте Это она заходит Тюк Инфаркт До свидания Его нет Еще что-то там найдет Бог и смерть Но они встречаются Между тобой Встречаются В законе Написано так И коснувшись К мертвому Исчез Будет Но мы признаем Христос И князь мира Этот дьявол Этим за словом Называется Христос Лев из колена Иудина Лев Кто? Христос Лев Ищущих Кого поглотить Кто? Сатана Не надо удивляться Этому То есть У каждой вещи Есть два свойства Которые Плюс и минус Так вот здесь Однажды В одном городе Наини Наини Это значит Переводится на наш язык Прекрасный Этот город Действительно Выделялся красотой Умер Да вы Единственный сын Дальше можете Рассказывать Сами уже И он что Пришел И прикоснулся К этому Процесс Остановилось Еще никто не знает Что будет Тебе говорю Юноша Встань Князь Жизни И князь Смерти Встретились Князь Попятилась И он Стал говорить А о чем Стал говорить Почему не написали А это Даша история Покажет Мне отец Рассказывал Где жил Рязанский Мужик И там Мальчик Лет 12 Был Без отца И он Пахал И говорит У него Лошадь Лошадь Стоит На двери Три лошади Запрягали А его Не видно Я подошел Он в борозде Лежит Пахал Ну и Умер Оказалось А до этого Жаловался Матерь И говорит До того Мне вот это Все Надоело Так охота Чтобы Из храма Не выходил Домолился Мать Говорит Что с тобой Ты же Кормилец Наш Мам Все это Время И он Так говорил Что мать Проникла Здесь Ну и Когда умер Стали выносить Из храма И вот А вля Встал Юноша Встал Я теперь Кноинской Даме Переношу И первое Что стал Говорит Говорит О священниках Где ваш батюшка Да кого там Его нет Он вон Связанный Под скамейкой Лежит Это все В жития Вошло Под скамейкой Лежит Связанный А ангел Господень Совершает Да как может А я Прещищаю Не Прещищаешь Ты А где Это известно За 19 Января Житие Святых По Дмитрию Ростовскому Житие Макалия Александрийского Не египетского И он Стоит в храме И видит Как черные эпиопы А кто это Черные эпиопы Берсы Берсы Демоны Они людям Прещищаясь Толкают В рот Уголь А причастие А причастие Говорит К листью Божией Относится В алтарь Дмитрий Ростовский Не все написал Многое побоялся Писать Но вот это Я говорю Я 19 Января Открой и Прочитаю Хорошие жители Да кого Прещищаю Многие Больные И немало Умирает А все От причастия Что не рассуждает О теле Господне О теле Не в чаши А на Голгофе Все свели к чаши Января Говорит так Больше Сейчас священников Погибают Священство То есть Это архиереи Ну представьте 300 архиереев Тут их Много Сейчас напекли пирожков И какие они Потому что Сегодня уже не знают Что делать Так вот В этом вопросе Мы должны Поставить Сами себе Крепкую зарубку А где я буду Наступит суд Божий Заговорит Господь Отойдите от меня Проклятые В огонь вечен Я никогда Не знал вас Да мы творили Чудеса Мы молились Мы литургию совершали Отойдите проклятые Вы знаете Когда написано Силы небесные Поколеблются Скажите Что это такое Поднимите руку Коротко разъясните Ну 24-го Евангелия Матвея Силы небесные Поколеблются Ну я коротко скажу Вы знаете Просто постеснялись Это ангелы Архангелы Хурвины Сарафимы Начало силы власти Перечисляют Силы небесные И они будут Настолько Перепуганы Страшным судом Перепуганы Прятаться будут Под колеса Которая 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 Показана В языке Откровения Откровения Убития Что совершается Внуху вечную Там Осипова Не будет Который будет Говорить Что будьте Не вечные Я за то Чтоб Внуха Была Не вечная Слово Вечность Имеет Несколько Значение Но пояснять Как Я говорю Профессору Осипову Сегодняшнее Алексей Ильич Знаете Его жгли Книги Какими словами Называли Монахи Никто Что Он все это По боку Мужчина И женщина Разная одежда Разная Ну и Ширинка Не с той стороны Кому алкашу Скажи Я тебе Буду давать День по бутылке Ходи брюки Не пойдет А почему Его сразу Мама Папа Сделают Его Сделать Что надо С ним Не один А женщины Кто не надевал Брюки Поднимите руку Никогда В этих брюках Не ходили Вот Моя сестра Моя жена А вы не знаете Что это такое Я отвечаю 22.5 Саразакония Это Не просто так Это Адаката Ветхом Завете В Новом Завете И Гангский Собор Это подтверждает Проклят Проклят То есть Подклятваю Подклятваю Это значит Под проклятием Да это не может быть Тебе не надо Рассуждать Уже все расставлено Сколько Прещищались Которые В брюках Отцы Какая дорожка Идет Этих людей А вот Перед вами Она не будет Слушаться Будет Вот она Первый раз Еще раз Показывает И показывает Что Приезжали Они как одеты Ваши там Семинаристы Все под поясами И все это Сохранилось И ласточки Щегащие И говорят Чудо потеряем Как запоют громче Христос воскресе Ласточки Прям тут же Сидят около них Там гнездо И поют И поют И поют Сегодня в интернете Это выставлено Чудо православия Называется Так Ты не просто Пришел В этот мир А прославить Бога Молитва Трех ступеней Первая Простительная Я повтор делаю Это там Где дай Помоги Спаси Избрать Там мусульмане Там мудисты Там иеговисты Там все Коммунисты и фашисты Все кричали Мама Когда было трудно Вторая Редко кто Помнит это Благодарение Вторая. Я поясняю по явно Златоусту, Семену Новому Богослову. То есть одна злова, откуда это? Ну и так понятно. Получил ты или не получил? Ежедневно благодари. И третье ангельское словословие. Херувинское. Где вот чем отвечается служение православное других. Здесь все три ступени. Это словословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот в этом все православие. А дальше Аллилуйя, 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 Слава Тебе Божия. В этом все православие. Вот подняться православие, подъем на третью ступень. А теперь подумай, когда мы там были на этой ступени. Не просто Слава, Господи, да светится имя Твое. В чем? В нас. Вот здесь светится имя Господне. Да молчит всякая плоть. А Господь покажет тогда. Вот два проповедника встретились. И какая победа? Князь жизни Христос. Он оживотворяет. Вы его в глаза не видели. Но увидим, узрим его, как он нас. И будем подобны ему. И дальше толкование буква О. Блажина Фефилакта. Подумать страшно. Мы будем подобны ему. Я не достоин называть сапостолом. Я гнал. Очистил, омыл, бросил, закрепет и не вспомнит. Нам есть за что славить. Я вот сидели пастыри здесь, я им говорил, в православии самое ценное, что они опять, я говорю, вы, вы, вы руководители. А вы сделали с поруганием мира. Вы не думайте, что просто ни с чего вдруг пришел Ленин и стал подряд священников вылезать всех. Напоминаю, в Бутово показывали Путину, президенту, когда, ну там, сопровождающая. И он только шел и говорит, чудовищно. Да что же такое? Это сам КГБшник. Чудовищно. Среди ночи приходили, забирали, всех расстреливали. Для него и то чудовищно. Хотя он историк КГБ не отрицает, знает. И вот дворянство исчезло, офицерство исчезло. И по порядку. Кулаки, которые, кулак это, вся рука, говорит, одной мозолю сделалась, как Твардовский говорит. Исчезла. Осталась одна пьянь подзаборная. Вот что осталось теперь. А еще какие люди? Да мы знаем какие. И князья, и бароны, и все, которые были интеллигенцией. Всех. Даже, которые в Кадетской учились, по Аколоши, куражка давила, и тут же на место расстреливали. А кто пишет? Владимир Соловухин. Это страшно. И это было от Бога. Я служил в морфлоте. Повторяю, я глухонимые показывал М. И вторая буква Ф. МФ. Это морфлот. Сокращенно. Теперь у меня, я пенсионер, тоже МФ. Молитвы и флот. У нас на нашем сайте 11 260 роликов. 11 тысяч. Вот это все будет, и что говорим, это все будет неслабимо. МФ. А какой вы избавили Дермалейква? 118 Псалом, 164 стих. Вот я к этому подгоняю. Я взял эпиграфом остатка моей жизни. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не за то, что ты мне дал. За суды. За суды над Россией. За расстрел царя. За расстрел священников. Господь, у тебя все было выберено. За все суды. За Майдан, за все. За великое отечественное, что за каждого немца по шесть платили солдат. За все. Почему? Мы заслужили. Мы заслужили. Вот поехал владыка на Афон. Он знает прекрасно. Вавли крещенных, в его же епархии крестились, в смысле, моченые, не крещенные. Ну все, нарушители до одного. Там, в Афоне, всех до одного перекрещивают. Не перекрещивают, это другое слово. То есть они не крещенные. И кто-то говорит, ну это подробно описано у Луки и Война Иссенецкого. Он ни одного моченого не допрещать, и не отпускал. Сегодня все опубликовали. И сейчас фильм поставили про него, очень хороший, как священник, делается расстрельщиком, священников расстреливают. А Войны, Иссенецкого, православие поставило. Очень хороший фильм. Советую посмотреть. Значит так. Семикратно в день прославляет Бога за суды, за то, что Бог судил человека и сказал, смертью умрешь. Господи, слава тебе. Жизнь продляет. Слава тебе. Война была. У меня отец без руки вернулся. Слава тебе. Три дяди ушли на фронт, ни один не вернулся. Артиллеристы у лафетов склонили голову. Слава тебе. Вот. На третью ангельскую ступень поднимает нас Господь. Семикратно. И притом каждый день семь раз. А как это один раз? Вот я для себя исправил один раз. Это я три святое считаю. Вам не надо повесить. И сто поклонов. Сто поклонов. Десять. Иисусова молитва. Но в каждую молитву добавлять главная нужда какая. Второе. Десять поклонов Божьей Матери Преблагословенной где прикрыло меня дороги таких опасностей. Третий. Ангел-ухранитель. Вы пачете, загибайте себе. Четвертый. Ангел-Креститель. Пятый. Никола-Чудотворец. Это всегда было. Очень почитаемо в народе. Дальше отдельно. Это ангелы, архангелы, хирургимы, сиропимы. И с ними апостолы и пророки. Это апостолы и евангелисты. Перечислили. Еще одно. Это идет туда. Это все пророки по Библии. На память. И мозги-то работают. Ты вспомнишь, какое благо они нам сделали. Дальше. Мученики и мученицы все до новых канонизированы. Вы, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, Святой Царской Семейства, Владимир Владимирович. И закончи этим. И вспомни, что готовится принятие начертания. Господи, да укрепи нас, да вы, никто не принял это начертание зверья. Ни я, ни посол мои мои, в первую очередь. Дальше. Все святые. Начинаю я всегда в Яне Золотовости и так дальше. А в мучениках Игнатий Богоносец, Паликарн Смирский, Устин Философ, Касмайо Демиану и так дальше и пересчитают. Еще 10 это святые. И среди святых мы особенно поминаем просветителей Кирилла Мефодии, просветитель Севера Иннокентий, Николай Японский, Стефан Пермский, Макарий Алтайский, он канонизировал, и все переводчики священного писания. Какие громадные знания они имели и положили на то жизнь, чтобы мы доступно считали. Я гляжу, даже по-русски сегодня читали, представляли славянские слова. Ну, как промололо вас. А они умирали за это, когда понятно. Павел говорит, святка, я хочу сказать лучше 5 слов, чем 10 тысяч, но непонятно. 5 и 10. Подхожу я однажды к владыке Антонио, Масейдич был до этого, еще у нас, до Максима Дмитриева. Я говорю, владыка, а вот смотри, как тут написано. А где написано? В вашей газете, Алтайской миссии. А там, оказывается, Цепенникова Евгения Павловна, она преподаватель в техническом университете, а я там вел 18 лет занятий. И она провела опрос, 5 лет опрос регулярно, провела 100 групп, 3000 человек, и где-то она разбила, кажется, 20 параметров. Первое, веришь ей в Бога, дальше, как часто ходишь, как ты думаешь о священстве, что такое целомудрие, такие вопросы. А сколько крещенных? И оказалось, что-то знает 1 на 300 человек. Батюшка, это с этим вы на суд Божий явитесь. И Антониев сказал, вот с этим вы его живете. 41 год он прожил, внезапно умер. Но я как-то просмотрел, как-то и счастье появилось. Я уже сначала появилась в университетской газете, потом, кажется, какая-то газета еще допечатала, а оттуда, видимо, взяли, а он, я говорит, как-то не был. А я тогда материал издал этот и дополнительно выступление Алексея Второго, Ридигера, о том, как люди относятся к этому крещению. Он говорит, не креститесь там, где не в полное погружение. Ищите, где Баплистерии. Их не надо искать, его надо неведенно с хребетами убирать. 50-е апостольское правило, раз он не крестит. Не крестит, значит. Хочу сказать, что в Алтайской репархии это радость сердца. Есть священники, которые не смотрят, что ему мочили голову, крестят в полное погружение. И вот если сказать, вы сами его задавите. А это надо приступить. К нам приезжают иеромонахи, и крестятся. И опять уходят. А меняется все. У меня все изменилось. После этого я уже ни одного не буду мочить. Ни одного. А кто? Сегодня слышали. Кто исповедует меня, того я исповедую. А дальше? Кто отречется от меня? Нет. Должно было сказать. А кто не исповедует меня? А там написано, кто отречется. Понимаете? Любой лингвист, он скажет, а то тут какая-то ошибка. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы считаете, 16-16 марка. А кто не будет веровать и креститься, нет своего креститься. Осужден будет. Какое крещение? А вот в этой полсоте вы как раз и застрянете. Совершенной веры нет никакой. Приходят, вот там приезжают, что надо мной делали? Правда, меня что-то водой, он голову задевал над чашей. Я видел, патриарх Кирилл стоит. Вот так вот ребенка держит. И перед ним вот такая чаша. Рядом видно ефископ стоит. Второй непонятно. Может быть, священник. И когда эта женщина улыбается, он держит ребенка вот так вот. Вот так. Патриарх Кирилл. Ну вниз. Ноги у него выше головы. Над купели. И скупели вот так. Патриарх Кирилл. Это в интернете все выставлено. Это не подделка. Фотография. Я что могу сказать? Сказать нечего. Он все знает. Он очень умный. Я могу только просить у Бога слезы. Я бы мне как-то написали. Вы представляете? На меня говорят, что я прихожу, священники не говорят. Да будьте вы не так. Я выхожу, становлюсь на колени в ограде и часами плачу. Часами. Господи. Ну откроем истину, что суд-то Божий будет. Да как же. Да почему же тебе не делать? Я подарил книги Жданом Владимиром Георгиевичем. Кто такой? Ну против алкоголя. Он там тоже. И он говорит, патриарх Алексей Второй лично просил его, чтобы проводить там занятия с священниками. Каждый пятый запился. Я когда сказал, мне говорят, у вас устаревшие данные. Сегодня намного хуже. Неблаговидное. Это ладжатская епархия. Я с ним беседовал. И вот теперь посидите немножко еще. Если бы появились у нас сейчас люди, которые стали бы по слову Божьей все это говорить, призывать, какая ваша реакция? Ответа не надо. Сами решите. В этом состоянии вы умрете, ничего не изменяя. Ответа не надо. Ладно ли будет? Ефрема Сирина о страшном суде спросили. Вы знаете, как им ответил? Монахи когда. Он не ответил ничего. Плакал, плакал. Для него, говорит, плакать было, как для нас дышать. Под глазами были борозды его жития. Ну, не тот, что Дмитрий Ростовский можем уберить. Тем более, патриархия недавно издала это, 12-томник-то. Он плакал. Братья, это нельзя сказать. Горит одновременно небо и земля. Мертвые восстают. Отстаньте. Не могу сказать. И братья кое-что сказали. И вот сейчас в интернете все что-то сказали, все написано. Ну, можно поверить. И где? Шеститопник у него. Я их насчитывал на пленку. Это касается всех. Вы не готовите людей, а они гимнут, принимая даже правильное крещение. Был, если говорить, сухой грешник, теперь мертвый. Почему? В канонах было сказано, от 3 до 5 лет подготовка идет, а у вас от 3 до 5 минут. Что вы делаете? Вот у нас, за которые люди крестились, у нас проходили 500 полных часов. 500. Вначале было 450. Полностью Новый Завет. Противосектантское. Все православие. Ну, церковь усыновила, знали. Значит, человек сознательно понял, что он идет на Голгофу. Мы расслабились. Это кончится. Вот это расслабленное состояние было до 248 года. И вдруг воссталился Декий, как ахнуло, только пыль пошла. Церковь в десятки раз уменьшилась. Но наши люди, которые поняли, это очистительный огонь, и стали говорить как надо. Церковь увеличилась. А в 251, через 3 года, его убили. Что-то идет. Так не может быть все время. В храмах оглашенные изъедители вообще выбросили сейчас кое-где. Кто вам позволил? Это уже не литургия, а на Златовуста. Оглашенный изъедитель. А кто оглашенный? Я стал объяснять освященник по пятенце, я должен выйти. Я говорю, выйди, сделай одолжение. А вы бы что сделали конкретно? Вот меня бы сейчас поставили здесь, епископом. Первое, что купить большой, замок ржавый, чтобы не легко открывать было, и на дверь церковную. Это первое. А ключи прощести, а тут сказать, приготовьтесь открывать. И прямо в церковной ограде не против, пусть орать там, воевать, а всех призвать на молитву. Кто не будет приходить, докричание не будет допущен. За живых и за мертвых будем молиться. И здесь начать, и через три месяца цепочку раздвинуть, по одному запускать. Церковь увеличится, и церковь обновится. А с кого начать? А если не, а то поговорка такая есть. Начните с этого. Вот сегодня я приезжаю и буду говорить так. Я участник жизни и смерти. Я хочу людей от смерти в жизни. проплыть от смерти в жизнь. И вы увидите, как все затрясется. И вы сами себя не узнаете. Ты скажешь, я никогда не ожидал, да неужели Бог наполнит тебя. Это 7.37 Евангелия Теана. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Ты жаждешь? Да я не хочу пить. Батюшка, он дал березовка хорошая. Ко мне, не к батюшке. Иди и пей. У того, как сказано, уже сказано было. Христос ссылается на сказанное. Как сказано в Писании, в Писании, из черепа потекут реки воды живой. Какая вода? Откуда почеснет? Какая у нас течет вода из нас? А тут вода благодати. Господь так сделает, что ты сам будешь считать, кто-то пусть проповедь запишет, и ты будешь удивляться, неужели это сказала ослица там, при Валааме. Заговорила вдруг, а Бог наполнил. Жизнь святых говорит, голуби разговаривали, кони разговаривали, Димитрий Рассоцкий пишет. Ни камни его запьют. Ну, кто знает стихотворение про Беду слепого, и там Мэй пишет, поэт, как он начал проповедовать его, я прозволь скажу, последней стихотворной форме. И он говорит, вот старцы пришли на дороге, желая слышать о распятом Христе, и старца лицом просияла мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой, из усов бледных, живой волной, высокая речь потекла вдохновенно. Казалось, слепцу славе неба являлась, дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Ну, отмачивай, пришел, говорит, никого и нет. Замолк грустно стали, зловой паникая. Но был как замолкнут, от края до края, аминь, ему грянули камни в ответ. Вот поэт российский, он это так увидел, и вы видите новые возрожденные души. Вот я в интернете провожу 16 часов, 14-16 ежедневно, и мне каждый день поступают сведения, вы мой духовный отец, евреи. Я впервые услышал это дело, и сразу там в монастыре есть с Марией Магдалиной, он еврей, приняли крещение. В другом месте семейство. Сейчас мусульман несколько приходят. Я удивляюсь, какая у них ревность. Вы мне открыли новый мир, мы никогда не слышали. Как не слышали, храмы есть? Почему коснулся Господь? И теперь я должен знать их беды. Он пишет, один из них, он покрестился, его руссам звать, а сейчас руссик, по кандидатам такое. работа плохая, работа плохая, мало, 8 тысяч с половиной на Украине, рубля, ну что это? А приглашает работать в тюрьме или в лагере рентгеновым, он врач, где-то. Идти, не идти, он ни одного шага не делает, чтобы не спросить. Я ему отвечаю, ты где больше всего можешь добра сделать? Ты характер свой знаешь? Он такой прям, да не так делай, да я был, пригласил священник к себе, и они сами пьют, а я в рот не беру. у него сохранилась мусульманская. И он меня священник заставляет бери, переломим тебя, наливай всем водку-то. Я так и ахнул. У меня прежняя, как вспыхнула, если бы раньше было, я бы глотки всем перерезал. Куда вы мне тянете? Он спрашивает, я говорю, вот это в тебе старое еще идет. Молись, я не ночь, а ты где-то каждому осторожно как-то вас собрать, вот как вы сейчас сидите, такие хорошенькие у меня. Я перед вами, но я не радую. И вот здесь нужно сказать, я говорю, добро легко делать. Но нигде не нарушай правила, которые в тюрьме. Нигде ничего не бери, не передавай. Я 18 лет работал с владившейся тюрьмы, последний раз, в 87-м. А в 90-м только реабилитирован был. Я работал смертником, имел доступ. Там никого не пускают. У меня очень близкий, мог назвать другом, прокурор края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. И меня туда запустили. Начальник говорил тюрьмы, пока я здесь никогда не буду, что на следующий день же двери открыты были. Это Бог делает так. И вы даже не знаете, какое перед вами поприще. Но я могу, говорю, Владивосток или Собот, Турцию прошли 100 рублей, Прибалтика и Скандинавия. И везде приходилось проповедовать. Я скажу, вот спрашивают, а что самое великое в вашей жизни? У меня много в жизни там и тюрьмы. Я говорю, самое великое, что я узнал с отцом Арсением такая книга здесь. Я узнал, как много, много людей. Видите, как Сатана не хочет, бьет в моем работе. Так, второе. Как много у Бога добрых людей. И второе, я узнал, что эти люди мне встретились. И самое важное, они приняли участие в том, что я делаю. Дети у меня евреи, мусульмане, и кого только не было. Когда мы были путешествия, нам скинули, говорят, ролик посмотрите, мы идем в Великобританию, а в это время там молятся баптисты, ребятишки, стоят и крестятся. Господи, благослови Игнатия, и миссия его. Я никогда больше не видел. Я рассказывал о том, как пришлось, однажды у баптистов, сказали, 475 человек у них. Встал при свете и сказал, мы готовы сегодня все принять православие, как Питер, это Бог делает. Сердце человека в руке Божией. Ты ничего не знаешь, ищущий человек. И признай в этом, не трудно это. Я говорю вам сегодня о причастии. Я благодарю Господа Бога. Я считаю, Господь меня допустил за причастие, и вот Осипеларет своей рукой меня причастил. И вы своим присутствием, терпением, вот все это так чудо украсили. Я вас всегда скорблю. Не опоздайте, как Серафим Саровский плакал. Не дай Бог, чтобы это случилось, что мне спасенное. И не вздумайте на меня обижаться. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, на меня это не влияет. Нигде. У меня архивей один тут был и говорит, а вот проповедь, скажите. А он не знает, о чем я скажу. А я про него скажу. Я не о нем, но так. Я назвал Ефот. Он после вышел, говорит, откуда вы это берете? Я говорю, я сам не знаю. Я молюсь, и вдруг, как высвечивает, об этом скажи. Вот местный владыка в прошлый раз говорил. Скажите, проповедь, я говорю о Сергии Иваннике. Он здесь, он сидел в этом месте, кажется. И я сказал о том, о чем было сказано в раю. Что, как Бог сотворил человека по образу, подобию Своему. Но это все знают. Я скажу, то, что ни у кого нигде не высчитал. Так, благодарим, Господи. Благодарим тех, Христе Боже, нас, яко насцветил, если над землей Твоих благ, не лиши донцы небесного Твоего царствия, но яко посреди ученику Твоей прижимой Сестра Семьи до Явии, приник нам и спаси нас. Слава Сынной Святому Духу и ныне преснил Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. С нами Бог, Своими благодателями и человеколюбиями, всегда ныне пресно и в обители Бог. Аминь. Я хочу сказать, когда ни священник сказал, я сразу, один раз прихожу, я у него в гости, священники, и лежу там, и с рукавом сидят, и женщина, и с кладка. Я только стал, говорит, знаешь, ты бы, наверное, пошел домой, я раздумался, батюшка, благодарю, до свидания. Никогда не спорят. Ну а как еще? Он любит меня, батюшка. Я развернулся, ну таков, но они это сразу же после того, больше, чтобы тебя все этого любили, уважали. Ты же только ничего хорошего вам не сказал без этого слова. Это моя сестра, она знает, ее, кто-то и леет, это, милиция, богословских наук, пивовара. Слышишь такого? Да. А мы еще не знаем. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. И мама, если к ней говорит, у нас встречание будет, посмотри по симфонии, что от священника? А она два дня смотрела, пришла, говорит, батюшка, я ничего не нашла, а что от хорошего? Вот так и говорил. А кто восстанавливал этот Павкрыжевский храм? Там дырка была в куполе. Отец Аким и отец Михаил Курлевичкина. А он ведь погиб. Какой-то там этот супостат вылетел прям в лоб в лоб, и мы отца Михаила Курлевичкина трепанацию челюсти поделали. Два раза было клинические смерти, и так Господь его призвал. Меня вызывал Максим, тогда был архиепископ. Вот что они делают? Я пролез под храм туда и вышел оттуда. Где Владыка и Обегонка? Они храм рушат. Да вы что, где-то у меня призвал специально. Что они там делают? Это остановить, которая влага поднимается. Это нельзя сделать. Нельзя. А они что делают, осадка будет. Вот так. Это в Омске когда фундамент делали? Я сейчас ничего не могу сказать. Батюшка знает. Вот такое дело было. Он меня вызвал проверить. Что они делают? Такие траншеи вокруг. А я под храмом пролез, когда я глянул туда и скорее Владыка, прекратите все работы и скорее затрамбуйте назад землю. Так они же работы в Крестово-Звенском соборе делали в Омске. Я не могу сказать, какой храм. Ну это Аким знает, да? Да, конечно. Надо у него спросить, о чем речь идет. А это отец Николая Сергея. Так мы как братья были. Матушка была наша, Вадим, у самых лучших друзей. А, кстати, Архимандрит Силан, там папка там лежит. Ему вот нынче, тебе говоришь, 79, когда 80 будет? Вот через год. Через год. А ему, если доживет до 21, уже лежит, уже ничего не узнает, уже в мысли, ну, деменшин, старшинская слаборка. Ну, это каждому как, лишнее, у него много лишнего веса, наверное. 21, так я его сам сказал, говорю, это же на кого-то нагрузка на сердце, на опорно-двигательный аппарат. Так что вы? У меня в голову, я каждый день туда лажу, на его сети не гоняю, везде. Это моя жизнь, моя, и я должен ее Господу представить на суть. Господи, я бы сделал больше, но не могу. Вот, говорит, мы сами должны определить возможность эту. Вчера на службе, ну, совсем ночью-то не спал. Я на том числе ночи начинаю уже на этом работать. И все, кончилось, все, все. А я как грешник, у меня даже капчутора даже не имею, и тебя не смотрю. Как так? Ничего? Не важно, не важно. Греха нет? Греха нет? Нет, греха нет? Да. Видите как, время сегодня для нас благодатное. Нас держат здесь. А к нам впервые посадили, сколько людей пришло. Вот утром встают, заключенные говорят, за вчера ночью мы молились. Вы знаете, тут 7 человек сзади становились. А можно мы тоже встанем? Мне бы не проникнуть туда, если бы меня не посадили. Я сейчас таким как-то... А когда освободился я, судился, а 90 лет в суд выиграл. А платить нечем. КГБ свернуло на городскую администрацию, а у той нету. Хорошего дал исполнительный Господь. Она сказала, арестовывайте все счета, пока сладки не рассчитаетесь. Я пришел, и с мэром договорились, недвижим. 13 соток и два дома. Я хозяин здесь. И там же у тебя недвижимость была. Барноволи, Барноволи. А там освобод был. Афганцы, там как подняли путь, мы только отремонтировали. Государственная необходимость документы дали. Им дали в другом месте. Это Бог делает. Как с неба мне это отпустилось. Это нельзя не сделать, ничего нет. Это то, что у него конфисковали, коммунисты, сатанисли, это компенсации ему все выплатили. Там концерт. У меня пару вопросов к тебе есть. Ну так, не для прессы, не для... Вот когда говорят там царь, большевики, царя стреляли. А что ты думаешь про отречение? Было отречение или не было отречение? У царя Николая II. Я не могу сказать. Данных у меня нет. Вот я беру календарь журнального типа, открываю. Свидетель Тихон, патриарх Московский. Я его чрезвычайно уважаю. Это подвижник, это все. Участие в его смерти КГБ вероятно не доказано. Ну да. И он в Казанском соборе в Москве служит, когда до него весь дошла, чтобы в Балерском доме в Леканербурге сидеть.